Друзья, всем привет! В сегодняшнем относительно коротком видео я вам продемонстрирую, как можно обновить качественно ленту виджетов и получить в ней новые фишки. Также лента виджетов у нас отвечает за проявление обновленных виджетов, потому если вы этого еще не сделали и у вас один из там актуальных и последних Xiaomi, то вы можете это сделать без всяких проблем. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Раньше лента виджетов это была такая история, которая характерна была лишь только для определенных индексов прошивки. Но у нас сегодня подопытный POC F6, а также у вас на этом месте может быть там допустим Xiaomi 13, Xiaomi 14, Xiaomi 13T, 13T Pro и так далее. То есть один из самых актуальных Xiaomi под управлением допустим международного индекса или же под управлением европейского индекса. И вы получается должны у себя на рабочем столе наблюдать вот такую историю под названием минус первый экран. Или же лента виджетов. Если она у вас есть, это замечательно. Если у вас этого раздела нет, но при этом вы можете вызывать вот таким образом обновленные виджеты, то это тоже замечательно. Но к сожалению на минус первом экране вы не получите того всего, что я вам продемонстрирую. Для того, чтобы у вас все полноценно и качественно работало, вам необходимо обновить до самых там последних версий приложения допустим POCO лаунчера. В нашем случае это версия, если я не ошибаюсь, 81.44 в информации сейчас посмотрим. Да, пожалуйста, 81.44. А также если у вас смартфон Xiaomi, вам необходимо скачать самую последнюю актуальную версию системной оболочки. И помимо этого еще нужно обновить приложение темы. И на все эти актуальные обновления ссылка будет в описании. Потому что также не путаемся насчет POCO смартфона и Xiaomi. То есть на POCO смартфон только POCO лаунчер, а на смартфон и Xiaomi только системная оболочка. Отлично, мы с вами разобрались. В настройках рабочего стола дополнительно мы с вами должны убедиться в том, что у нас с вами активирован минус первый экран. И то есть лента виджетов у нас будет тут проявляться. Если же у вас только рекомендация Google и при этом лента виджетов не проявляется, но к сожалению тут ничего сделать невозможно. И что мы с вами делаем далее? Допустим вы хотите обновить себе смартфон в плане вот добавления каких-нибудь там виджетов. И чтобы оно выглядело все как-то ну более необычно. Первым делом мы с вами конечно же должны зайти в управление службами. И тут подключать весь ненужный хлам, который нас с вами будет раздражать. И дальше что интересно, мы с вами нажимаем еще на дополнительный ползунок, который позволит добавить нам виджеты. И пускай это будет вот такой виджет, который мы с вами добавляем. И давайте еще добавим какой-нибудь виджет из галереи. И он также у нас рядышком проявится. Но новая вся фишка всей этой истории заключается в следующем. Что вы можете путем удержания одного виджета и перетяжки его над другой создать некую папку. И где-то я уже такое видел. И компания Xiaomi конечно же случайным образом это добавляет в свою прошивку. Понятное дело, что это все сарказм. Но как бы та история для другого бренда уже не нова. Но компания Xiaomi сейчас решает добавить себе данную возможность. И вот так это все дело у нас выглядит. Прикольно, интересно. Также вы можете еще редактировать всю эту тему. Вот допустим удержали. Допустим изменить выбрать фото или же изменить группу. И таким образом это все дело будет у нас выглядеть. Сразу предвижу вопросы. Так это ж круто. На рабочий стол можно будет добавить и т.д. и т.п. Но я вас хочу к сожалению огорчить, что на рабочий стол всю эту группу мы к сожалению вынести не сможем. То есть если мы выполняем удержание, дальше на экран у нас вся эта тема не уезжает. Она лишь только сейчас будет характерна для этой самой ленты виджетов и минус первого экрана. Но в будущем возможно я думаю разработчики еще придут к тому, что они добавят возможность переноса всего этого добра на рабочий стол. А возможно сразу будет какая-то опция, которая без там дополнительных телодвижений нам это позволит сделать. И так-то в целом, да и в общем я хочу отметить, что новые такие же обновленные виджеты, как у меня в комментариях поправляют. Это очень круто, потому что глобальная прошивка она очень заскучала насчет таких вот изменений интересных. Она заскучала насчет чего-то нового. И как бы то вы такими вот движениями можете добавить что-то новенькое, интересное в свой смартфон. Там и популярные видео, и часы, и погоду, и по безопасности можете виджеты добавить. И самое главное, вам не придется играться со всякими бэкапами рабочих столов. Да, раньше эта тема была очень актуальна, и компания Xiaomi понимает, что нужно как бы шевелиться и завлекать новых пользователей. Она пытается такими вот фишками нас как бы привлечь и обратить на себя внимание. В любом случае, если у вас устройство, которое одно из актуальных и обновленных виджетов нет, вы можете попробовать всю эту историю провернуть. Еще раз, обновив стоковое приложение лаунчера, либо это системная оболочка, либо Poco Launcher. Далее, обновить приложение темы, и конечно же поставить свежее обновление ленты виджетов. И только после всего этого, данная тема будет работать. В любом случае, кастомизация это очень хорошо, и дожидаемся HyperOS 2.0, где обещают, что будет очень много интересных фишек, нововведений и тому подобного. Потому так же, не забудьте подписаться на YouTube канал, поставить колокольчик, и так же еще не забудьте подписаться на наш Telegram канал, потому что туда мы кидаем первоочередно всю актуальную свежую информацию о компании Xiaomi и HyperOS. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.